Какое слово никогда не выйдет из моды? Любовь, наверное. Это слово любовь, это прекрасное, чарующее слово любовь. Давай проверим. Три очка. Три очка по результату первого раунда. И прям рвёмся к победе, ребят. Зачем девушка покупает два одинаковых платья? Блин, я не знаю, это к вопросу о женской логике, как бы. Кстати, да. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И не знаю, блин, нормально, такой вариант пойдёт. Да ты Инна, ну ты, наверное, знаешь Инна, конечно. Я вот не в курса. Так вот, к вопросу. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Это рубрика Качаем мозг. Интеллектуальные, интеллектуальные вопросы пошли, как видите, всё очень, да. И, в общем, да, вот так вот, прям с места в карьер. Себе и подруге. Себе и маме. А ну, и маме. Про запас давайте вот так возьмём. Про запас. Есть такой вариант, хорошо, про запас. Это логично. Потом себе и маме. Себе и папе Трансвеститу. Блин, ну, ааа. Вот подруге, вот себе и подруге. Хороший, действительно, вариант. Что-то я не допёр. Я всё-таки напишу себе и маме. Маме, маме. Ну, маме, ну как же мама, а? Про подругу вспомнить, а про маму забыть. Ай-яй-яй, девушки. Ай-яй-яй. Кто так делает, нехорошо. И тем более, тем более это плохо, что вот Декарт из-за этого страдает. Из-за того, что вот вы маму забыли. А Декарт страдает. Не может правильно ответить на вопросы. Выиграть, я не знаю. И не проиграть 10 монет. Ну, ладно. Ааа, зачем я... Скидка. Скидка. Понимаете? Магазин раз... Не сработал. Ну, что ж, значит, я проиграл 20 очков сранка. На смену, на всякий случай. На всякий случай. Глупо. Глупо. Вот. Вот это, вот это, как-то я не додумался. Вариант-то такой неплохой. Ты, Инна, чё, тоже не... Тоже не додумалась, да? И я не додумался. Ну, ты-то, понятно же, не стал так отвечать. Потому что ты и есть, как бы, девушка. А я вот должен был. Он и грязный сексист. Куда плывут облака? Облака плывут на юг. Я не знаю, куда они плывут там, реально. Я ищет. Куда ветер, туда и облака плывут. Вдаль. А, куда... Ветер. Я не знаю. Куда ветер? Как это? По направлению ветра. Ну, если так писать, то это, наверное, слишком долго. И как-то я не думаю, что... Может быть, в принципе, и правильно. По направлению ветра. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. По ветру, да? Мм. Облом. Ну, значит, не по направлению ветра. Значит, ветер вообще не при делах. Куда плывут облака? На север, на юг. Сейчас будем перечислять. За горизонт. По небу. Облака плывут в небо. Именно в небо. Так, снизу так. Так, облака плывут. Я бы посмотрел. Да. Интересно. И это сработало, самое интересное. За горизонт. Смотрите. В небо. К солнцу. Блин, что? А, за море. Я не знаю. Не, ну это полный бред. Давайте вот реально на юг ответим. На юг. Да. А вот почему не на север? Почему не на восток? Надо, кстати, еще попробовать эти варианты тоже. Но мне кажется, что облака плывут на юг. Это что ли... То ли в песне, то ли где я слышу. А, сейчас кажется на восток, да? Там на восток, да? Шестое. На восток, блин. Только не говорите мне, что там на восток. К морю. Ну, тоже такой вариант, в принципе, неплохой. К морю. Причем, мне даже кажется, что я о нем то ли думал, то ли его вслух уже произнес. Я не помню. Ну, вариант неплохой. С какой страной граничит Россия? Россия. Ну, смотрите. Россия граничит с Украиной, с Китаем, с Арменией, наверное. Да? Я там... Че-то я вот плохо вот это все помню. Ну, ладно. Сейчас будем... Сейчас будем Белоруссией. Так. Украиной. Это самое первое. Это я точно... А, стоп! Так это игра... Ах ты, блин! С Китаем, с Казахстаном, с Финляндией, с Польши. Не, вот... Я бы вот это все равно не ответил. С Польшей, с Монголией, блин. Я бы не... Я бы вот до этих стран не додумался. Я бы... Я бы другое сказал. Ладно, неважно. Я вообще забыл, что это игра наоборот. Я вообще забыл, что тут надо самый непопулярный вариант, блин. Ответил Украина. Молодец. Я еще думаю, а че ей не пришло в голову такое... Че она не соображает, что ли? Ей не пришла в голову такая... Такой вариант прям... А тут, оказывается, это я дурак. Диана, а чем люди занимаются в первый день отпуска? Спят. Спят. Потом, я не знаю, убираются. А, блин, спят. Ну, давайте, скажем, гуляют. Потому что гулять же на свете. Не, я неправильно писал. Блин, да что мне так везет-то сегодня, а? Черт. Ну, давай, Диана, пиши гуляют. Пиши гуляют. Диана с конем? Да, реально, с конем. Я только не могу понять, он настоящий или это муляш коня. Смотрят телевизор. Гуляют. Я все-таки напишу это. Да, в самом конце, блин. Ну, окей. Чем еще они могут заменять? Уборка. Генеральная уборка всего того срача, который скопился в доме за все время их работы. Уборка. Нет, не с работой. Спят, отдыхают, ну, не знаю. Че мне писать? Едят, пьют? Ничем. А вот если попробовать это вместе написать, ничем. Тоже не сработало. Окей, 61 очко переходит к нашей конячей даме. Блин, че за вреда сейчас сказал? Пьют любовью загорать. Как это сказать-то? Наездницы. Вот, а конячей даме. Вот я сама галантность. Да нет, я ничего такого и не хотел-то, в принципе. Просто я увидел коня, как бы, конячей даме. Что готовят с молоком? Ну, сейчас она скажет кофе, как бы, и все. То есть первый вариант уже будет... А, ну ладно. Второй. Дальше. Чай. Чай с молоком. Потом... Что-то еще. Коктейль. Коктейль. Чай. Коктейль с молоком. А, сыр готовят с молоком. Творог готовят с молоком. Кефир готовят с молоком. Понимаете, это все. Кисломолочные продукты. Там везде входит молоко. Что еще могут? Ну, может, есть какой-то экзотический молочный суп, который готовят с молоком. Творог. Возможно, новобранцев в армии, когда они в молоко стреляют в тире, готовят потом с молоком. Вот ты в молоко стрелял? Ну, варись теперь, котля, мудак. Я не знаю. Давайте попробуем. Все-таки ответим, наверное... А что я там предполагал-то? Кашу, кофе, чай. Я вообще все забыл, что я предполагал-то. Чир! Чир, блин! Я так быстро писал, что не успел. Правильно. Подождите, у меня был какой-то вариант еще. Блин. А, блины, да. Блины. Точно. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Подождите. С молоком. Черт, я же что-то помнил. Блин, я же что-то помнил. Ммм. А, шоколад. Молочный шоколад. Нет, не прокатывает. Не прокатывает, смотрите. Ну, так, да? Новобранцев. Реально писать новобранцев? Я не знаю. Конину? Конину готовит с молоком Диана. Нет! Черт, да. Это же очевидная хрень. Ну, значит, я попробую тогда... Попробую тогда... Сыр, все-таки. Напишу правильно это слово. Нет, не сработает. Ну и что ж там такое? В шестом... В шестом номере. Давай быстрее. Кака... Какао, блин. Про какао я и забыл. Несквик. Я помню. Я в детстве много пил этого Несквика. Он реально вкусный был. Может, и остался. Не знаю. Давно уже не пробовал. Почему муж не купил жене шубу? Какой тут может быть самый непопулярный вариант? Я знаю только самый популярный. Потому что... Это... Там, я не знаю. Без денежки, мать его, как бы. И потому что хочется купить еще что-то интересное. Не зочит. Не хочет. Хороший вариант, в принципе. Может быть и... Так, давайте... А, давайте, давайте, давайте. Тьфу, блин. А вот будет смешно, если... Не фантазии, ничего. Не ума, да, ДК? Нет денег. Но это да, это то, что я говорил. Не заслужила, жадный, не любит. Купил любовницы. Лето. Хороший вариант. Остроумный вариант. Потому что лето, блин. Какая шуба. Но смотрите, чтобы мне ее победить, мне нужно было именно вот это про... Лето ответить. Ни хрена себе. Я бы... Да без разницы. Я бы в жизни не надумался. Опять-таки. Повторяется все, как и в прошлый раз. Давай начинаем, блин. Пожалуйста, приготовьтесь, выходит вторым. Какую страну туристу обязательно следует посетить? Гондурас. Потому что... Знаете, вот сходка туристов. Один турист. Я в Париже был. А я... А я, не знаю, в Италии был. А я в Гондурасе. И вот все... А расскажи, как там? Как там? Как там? А то мы только в анекдотах про эту страну слышим. Попробуем Америка. Америку не надо посетить. Туристу, получается, по мнению игроков этого шоу. А я бы посетил. Я бы посетил, как минимум... Как минимум, что бы я там посетил? А... Китай. Подождите. Ну, давайте тогда Франция. Потому что Париж же все дела, правильно? Франция есть. Как минимум, я бы там посетил, наверное... Эм... Думаю, что Лас-Вегас и... Посмотрел бы хотя бы. Знаете, как... И особенно я бы посмотрел бы... Все вот эти вот места, которые были в фильме Казино с Робертом Де Ниро, например. Эм... Ну, ненадолго. Долго в Лас-Вегасе я, кажется, бы спятил. Там слишком шумно. Россия, Франция, Китай. Ну, я не знаю, может, Япония ответить? Ну, чё? Чё отвечать-то я не знаю. Япония нет? Подождите. Турция, что ли? Чё, Турцию писать? Ну, я понимаю, что все в основном ездят в Турцию, да? Ну... Чё, реально это писать? Ну, давайте напишем. Турция. Турция. Да, есть такой вариант. Таиланд дальше. Таиланд точно, я вспомнил. Ещё одна страна, которую наверняка можно написать и не париться. Она тут будет. Причём, наверное, будет вот здесь даже. А нет, может, она будет здесь, а здесь будет Украина. Так, тоже такой вариант есть. Гондураса тут, к сожалению, не будет. Это очень креативный, хороший вариант, но... А, ну, смотрите, я уже победил. Итак, Таиланд, Украина, да? А, Египет ещё. Египет, Таиланд. Италия, ну, хорошо. Хорошо, что я вовремя победил, и мы не продолжаем игру. Это радо. Иначе я бы просрал всё. Так, 70 монет есть. 70 очков, точнее. Монет у меня, если я не живу, 60. 20 я просрал. Самая... Боже, я когда-то был так богат, у меня было больше 200 монет. Не могу поверить. Самая птичья фамилия. Дроздов не вспоминается, который в мире животных был. Вы что, шутите? Дроздова нет? Ну, тогда, извините, скворцов надо говорить или что? Воробьёв. Голубев. Голубев, кстати. Там тоже. Ну ладно, давай, Воробьёв. Голубев. Блин, что-то с птицами не прёт вообще. Цыплюев. Цыплюев. Пингвинов. Тоже. Пингвинов, да. Потом Кукушкин. Подождите, сейчас, сейчас, сейчас. Уткин. Да, блин, Уткин. Ну почему не Уткин? Вот так вот, Дима, извиняй. Нет твоей фамилии. Соколов, Орлов, Воронин, Сорокин. Сорокин. Как я мог забыть Сорокин? Это же гениальный писатель, блин, русский. Ах, твою мать. С Сорокина, конечно, обидно. Вот реально. Уткин, ты можешь собой гордиться. Тебя вспомнил, Сорокина нет. Какое животное занесено в Красную книгу? Так, в Красную книгу занесено, наверное, животное. Тигр какой-нибудь. То есть, там же разные разновидности. Разные разновидности, да. Есть тигры, которые внесены. Есть, которые, наверное, не внесены. Хрен его знает. Зубр. Ну, я попробую всё-таки. Тигр. Да, на первом месте. Я точно знаю, что как минимум какой-то тигр занесён. Ах ты! Опять тигра! Опять я забыл! Опять я забыл! Опять я забыл! Ну, я бы... Не знаю. Я не знаю. Я только тигра и вспомнил бы, в принципе. Ну, очень мало вероятно, чтобы угадал гепарда или снежного барса. Я бы слон бы там написал или какой-нибудь такой бред. Ладно, просираем. Просираем. Иногда... Иногда тоже хорошо, что я забываю правила игры, потому что я хотя бы не сижу и не думаю зря. Я проигрываю сразу, тогда как выборы всё равно... Нет. Так или иначе просрёшь. Такие вопросы. Ну и такой я. Чё такое? А, Егор, привет. Студент светится от счастья. Почему? Да? Почему? Сдал сессию. Не знаю. Сдал сессию. Сдал сессию. Три раз подряд сдал сессию вообще. Мало кому такое даётся. Кто-то один раз сдаёт сессию и всё. А тут чувак одну и ту же сессию три раза. Это нам сдал. Что сдал, блин? Кореша своего в наркопритон. Где уточнение? А если я напишу сдал сессию, это будет считаться? Ну ладно, хорошо. Получил за... Не знаю. Закончил. Закончил уч... Диплом получил. Получил диплом. Успел. Диплом выдали. Я там успел. Там одна миллисекунда. Как в боевиках. Прямо как в боевиках. С каким-нибудь Жан-Клоном Ван Дамом. Когда за красной кнопкой тянется главный герой. В самом конце... Тоже интересный вариант. Угу. Я помню свои студенческие годы. Знаете, что я светился от счастья? Потому что закончились пары. Закончились пары. И я мог идти домой и задротить в готику Два ночь ворона. Вот я помню хорошо. Вот, вот, вот так вот. Ох, я вообще вот отжигал просто в студенческие годы. Я приходил так, и знаете, так к этому. К Сардасу в башню квест так брал. Квест. Вот так вот мы. Вот так вот мы по молодости. Диплом выдали. Влюбился. А, студент... Что еще может быть-то, господи? Не знаю. Поел. Они же голодные вещи студенты. Поел, да. Я вообще пошутил. Я думал, я проиграю по любому. Но это тоже считается. Ну, правильно, потому что... Особенно это касалось тех студентов, которые жили в общаге, наверное. Меня, кстати, не касалось, потому что я в общаге никогда не жил. Поспал. Выспался. Давайте вот так вот ответим. Не поспал, а выспался. Ну, тогда извините. То есть, может быть, развить вот эту тему. Типа, влюбился, пошел на свидание, например. Напился. А что, студент прям светится от счастья, когда он напился? Не всегда. Далее стипендию, каникулы. Каникулы! Блин. Элементарно. Конечно, каникулы. Ну и дали стипендию, да, тоже. Это все легко. Это все легко. Почему мы не сообразили, я не понимаю. Куда? Пошла. Красная шапка. В лес. Ну, в лес пошла. Двойная игра. В лем. В лем. Станислава Лема пошла. В гости к польскому писателю Фантасту. А куда еще-то? А, за грибами, типа. Или как? Бабушки. Подождите, отдать пирожки, может быть, так? Пирожки. Так, не знаю. Отдать. Нет, отдать пирожки. Она же пошла отдать пирожки бабушке, или как? Я уже забыл просто замут этой сказки. К волку, блин, да? Вот так вот ответим. К волку. Да. Тоже логично. Он же должен ее съесть, да? Потом он ее съедает, приходят разбойники, распарывают ему брюхо и вынимают красную шапочку. Мы все помним эту крайне достоверную сказку. Вот как-то так. Дровосе... Дровосека. Дровосеком. Попробуем. Нет, тоже не сработал. Ложаль. Ну, давай, проигрывай, Егор. Ты, ты, я вам даже, ты, по-моему, писать не умеешь, поэтому ты не должен сейчас выиграть. Давай, просирай. Мамик, отлично, смотрите. Мне уже за 200 очков переходит, правильно? Гулять в магазин... Магази... Какой магазин? Какой в сроку магазин? За приключениями. За приключениями. Я хотел, понимаете, идти куда-то вот сюда, вот в эту область. На этот раз я уже помню, что мы играем в игру наоборот, и нам нужно угадать самые непопулярные варианты из возможных на табло. Пошел ты в жопу, а! Штат, блин. Тут, да ты, ну, как-то это дробь, путь, зарплату, время расход... Я предложение еще хотел сказать, такую должность. Я вообще ничего не угадал. Я вообще ничего не угадал. Штат, блин. Что ты... Ты маньяк, блин. Я знаю тебя, штат он хочет сократить. Хочет, наверное, на какой-нибудь штат американский просто ядерную бомбу и сократить его. Я вижу тебя насквозь, ты. Мне просто хочется про него что-то плохое сказать, он меня победил, понимаете? Ах, поехали. Это ритуал ускорения поиска... Я придумал. Что? Нихрена он не работает, правда. А ну-ка, подождите, отмена. Сейчас еще раз пробую. А, да, обычная. Дебил, да? Я, конечно, все понимаю, но... Давайте, ребят, я так много ритуалов за раз не проведу. Елена. Что это такое там? Мишки, что ли, на кровати лежат? Ничего не знаю. А, самый популярный фильм о волшебнике. Волшебник. А, Гарри Поттер. Гарри Поттер. Определенно. Да. А на втором месте, наверное, я не знаю, волшебник изумрудного города, волшебник из страны Волска. Как лучше, как лучше сказать. Может быть, какой-то еще другой волшебник есть. А что есть за фильмы о волшебнике? Все, я больше не знаю. Все. Не знаю. Может быть, есть отдельный фильм про Гермиону Грэнджерну. Обыкновенно. Ну-ка, я попробую. Волшебник. Из. Страны. Оз. Оз. Нету такого. Тогда волшебник изумрудного города, если Елена сейчас не ответит. Она сейчас ответит волшебник изумрудного города и победит, да? Блин, какие реально есть фильмы-то о волшебнике? Я вообще... Вот я сижу, и тупо ни одного не приходит в голову. Абсолютно. Где бы палочкой кто-то махал. Э, сейчас, сейчас, сейчас. Волшебник. А-а-а-а, блин. Изумрудного города. Есть. Мне кажется, это самый длинный вариант, который я когда-либо вбивал в эту игру. Вы посмотрите на количество букв. Господи Иисусе, я в писателе как будто тут заделываюсь. Давайте думать дальше, что еще может быть. Старик Хатабыч Еще не хватало только вписать там фильм Я не знаю, на Дерибасовской хорошая погода На Брайтон Бич опять идут дожди Вот это все вписать, и чтобы оно вот таким вот мелким Мелким, мелким Старик Хатабыч, да, действительно, это так и есть Хм Черт побери, а А ну-ка Рискнем Может есть такой фильм А вдруг есть фильм там Волшебник, и это самый популярный фильм Волшебники, нету, да Мак Как кайф в жопу с Золушкой, блин, че там о Волш... Мак Мак Нету такого фильма, Мак Ну, а может Биг Мак там, я не знаю, оно бы совпало При чем тут Биг Мак Меч в камне, Властелин колец А Меч в камне, это Колдун Мерлин, да? Властелин колец Ой, ребята, ну это Если очень притянуть за уши Фильм о волшебнике, да, Властелин колец, ну, не знаю По-моему, Властелин колец Это фильм о коротышках с волосатыми ногами У кого красные глаза? У задрота Можно это написать, нет? У кого красные глаза? У алкаша У программиста У летсплейщика У Декарта Иногда бывают, да, красные Особенно учитывая, что у меня есть такая хрень, как синдром сухого глаза Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ у вампира, у наркомана, у крысы, у кролика, у быка, у альбиноса. Ох, какие классные варианты. У-у-у-у-у-у-у, шесть у-то. Я вот что скажу. Дело дрянь. Надо как-то, вот сейчас игра наоборот, надо как-то побеждать. Что или кого прячут в шкафу. Ну чё, если я скажу любовника, это будет слишком банально, да? Да ну не может этого, блин, быть! Всё, ты можешь не отвечать. Елена, это уже не имеет значения, никакого. Деньги. Получается, здесь любовник, здесь скелет. Любовник, деньги, скелет. Одежда, вещи, труп! Ну труп, ну труп идеально живо. Неужели никто не прячет труп, блин? Ну, кроме меня. Ха-ха-ха. Да, шутка, конечно. Потрясающая моя очередная. Так, ну что я могу сказать? Давайте, наверное, давайте, наверное, последний раз. Какое слово никогда не выйдет из моды? Любовь, наверное. Это слово любовь, это прекрасное, чарующее слово любовь. Давай проверим. Супер. Нет, я думаю, тут речь не об этом. Пау! В самом конце, вообще, вот этот циничный мир, любовь вообще не котируется, да? Бывай. Вера. Потом. Ну, попробуй тогда надежда. Надежда. Труп! Труп! Никогда не выйдет из моды. Людей убивают каждый день. Труп! По-любому. Три очка. Ха-ха-ха. Ха-ха. Гениально. Я еще такого не помню. Это реально, это... Три очка по результату первого раунда. Получаю. У-у-у-у! И прям рвемся к победе, ребят. Прям рвемся к победе. А с чего начинается утро женщины? Зер... Зеркало. Зер... Зеркало. Зеркало. Зеркало, да. Потом. Спробушь день. Ну, не может этого быть. Эх. Не, я знаю, что когда женщины просыпаются, они не начинают сразу пудриться. Я просто надеялся, что, знаете, я таким образом угадаю направление мысли шовинистского, шовинистического, блин, большинства мужчин, играющих в эту игру, которые... Ай, не красится там сразу. С душа, с зеркала, с чист... Ки-зу-зубово-пау. А нахрен это надо, правильно? Господи, о чем тут говорить? С гардероба, значит? Пробежка. Что-то я ничего не могу понять. Ну, а с завтрака? Что я такой тупой-то? С завтрака, конечно. Есть, ура, они все-таки жрут иногда. Не только перед зеркалом стоят. Ну, поехали. Проигрываю же и... И три очка. Шестьдесят три очка. Шуми. А что я писал? Марафон, что ли? Какой марафон? Марафет, наверное. Макияж, кофе, туалет. Э, шестьдесят три. Уже неплохо. Это уже не так позорно, как было в прошлый раз, согласитесь. Уже можно как-то с этим делом иметь. Итак. Без чего нельзя построить избу? Игра наоборот. Ну, и что ж тут может быть? Дрова банально. Без... Без... Ну, не знаю, фундамента, что-то. Фундамента. Есть! Смотрите, хорошо, в принципе, получилось. Я не думаю, что она прямо угадает что-то отсюда. Это победа, ребята. Это стопроцентная победа. Правда ведь? Да. Фух, я аж... Рэн-дэн-дэнкать устал. Без топора, без бревен, без рук. Это не поспорь. Без денег, без ума. Ну, всё. Всё, ребята. Вот так вот. Вот такая вот, кстати говоря, очень эффектная победа, надо признать. Особенно, учитывая, что начиналось всё с трёх с раных очков. Я не думал, что до такого-то хотя бы дойдём. Ну, чё, давайте на этом заканчивать. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал Оставляйте комментарий, ставьте этому видео лайк Открывайте описание внизу под роликом Там большое количество плейлистов, есть ссылка на группу ВК, вступайте в нее Перед вами плейлисты, накачаем мозг Сто к одному, открывайте, смотрите Внизу под видео кнопочка поделиться Если не трудно, нажимайте, рассказывайте друзьям И всем счастливо, всем удачи, всем пока